Медаль за отличие в службе 1, 2 и 3 степеней. Медаль за доблесть в службе. Медаль МВД России за боевое содружество. Нагрудной пистолет Макарова. И это далеко не весь перечень наград полковника полиции Ануара Рамазановича Шаева за 30 лет службы в органах МВД. А началось все, как часто бывает, в далеком детстве, где были правильные книги, настоящее мужское кино и живые наглядные примеры. Почему-то мне запало, что ближе, скажем так, для меня была работа в милиции. Вот я читал очень много книжек в детстве. Моя мама работала в библиотеке, в сельской библиотекарше. Я часто ходил туда к ней и, можно сказать, я много книжек перечитал. Я читал в захлеба эти книжки. Я мог вечером лечь спать, читать книги. Утром встал, выключил свет и пошел в школу. Меня ругали, не высыпаюсь и так далее. Поэтому, естественно, на основе тех мировоззрений, которые я читал, я видел в фильмах, у меня и сложилась моя дальнейшая судьба. Я выбрал работу в милиции. Даже мои одноклассники до сих пор говорят, что ты единственный в классе, который говорил даже в детстве, я буду милиционером. Говорил я обычно, ну, я буду в уголовном розыске работать. И я единственный, наверное, кто по той стезе пошел, который с детства выбрал. Интересно складывалась судьба уроженца аула Эльбруган полковника Шаева. По наставлению родителей, первым образованием, которое он получил после окончания школы, было педагогическое. И именно оно, как считает сам Анор Рамазанович, стало тем основным фундаментом, на который стали складываться все его жизненные и служебные достижения. Читаю и классиков читаю, и Пушкина иногда читаю. Даже чисто для себя, чтобы понимать. Детей пытаюсь к этому обучить, чтобы они тоже читали, чтобы они понимали, кто такой Пушкин, кто такой Лермонтов. Есть отрывки из поэм различных, когда я их заставляю даже, чтобы они наизусть учили. Там есть у Пушкина такое произведение, «Кавказский пленник» называется. И там отрывки есть такие интересные. Хорошее гуманитарное образование еще не помешало ни одному полковнику. И когда в редкие минуты удается передохнуть, то в руки Анор Рамазанович берет не телефон, а домик любимых стихов. Он любовался красотой, одеждой бранной и простой. Черкес оружием обвешан, он им гордится и мутишен. На нем броня, пищаль колчан, кубанский лук, кинжал аркан. Ничто его не тяготит, ничто не брякнет пешеконный. Все тот же он, все тот же вид, непобедимый и преклонный. Известный факт, чтобы стать полковником, начинать надо с рядового. 30 лет назад рядовым милиционерам пришел на службу в патрульно-постовую службу Хабецкого района молодой парнишка. Время было непростое. Распался Советский Союз, и в структурах молодого государства, в том числе и силовых, происходили всевозможные перестановки, реорганизации. Я вот пришел в 93-м году именно в патрульно-постовую службу. До этого в этом отделе не было штата вообще патрульно-постовой службы. Эти штаты были введены, и я пришел, и мы начали патрулировать улицы. И вот для народа это было очень, скажем так, назовем дико, что ли. Они не могли понять, почему на улицах появились милиционеры. Первое время люди не могли привыкнуть, когда с Союза перешли, что какие-то там милиционеры в форме с резиновыми палками патрулируют улицы населенных пунктов. И вот это у меня, как бы еще раз скажу, в памяти отложилось. У сотрудников МВД, полиции сейчас и до этого всегда были одни и те же задачи. Задачи практически не изменились. Это борьба с преступностью. Поэтому от того, что развалился Союз и образовалось другое у нас государство, новое, и задачи абсолютно не изменились. Наоборот, вызовов стало больше. Задач больше стало даже, чем, скажем так, до этого было. Поэтому милиция всегда была на страже народа, независимо при какой власти она была, и защищали интересы народа. Служба в органах требует постоянного совершенствования, хорошего образования. После окончания Академии МВД России в Москве, Ануары Шаева назначили в краевой глав к старшим операм по особо важным делам. Затем начальником криминальной милиции Кочубеевского района Ставрополья. Через некоторое время Шаев стал начальником районного отдела Кочубеевского района, где проработал около шести лет. Отдел довольно-таки большой был, личный состав большой, территория большая, там населенных пунктов много, порядка пятидесяти населенных пунктов в районе. И он считается одним из таких серьезных образований административных, скажем так, в составе Ставропольского края. Я там проработал, как я уже сказал, около шести лет, и меня потом назначили в город Лермонтов, тоже руководителем городского отдела внутренних дел. И вы знаете, и там, и там, как бы, у меня никогда не было проблем с налаживанием взаимоотношений с коллективом, с руководством города, района. Потому что у меня была поставлена цель и задача самим собой в первую очередь свою работу выполнять. Если человек каждый находится на своем месте и выполняет свою работу, у него, я считаю, проблем нигде не будет. Не нарушать закон, никакие законы не переступать, выполнять свои обязанности. И со всеми, я думаю, общий язык можно всегда найти. Общий язык, естественно, я нашел и там, и там. До сих пор меня и там, и там помнят, передают приветы постоянно. Годы работы в Ставропольском крае не прошли даром. Здесь остались не просто коллеги. Здесь есть хорошие друзья, надежные соседи. Здесь живет большая и дружная семья, в которой супруги Шаевой воспитывают четверых детей. У меня принцип общения с моими детьми выстроен таким образом, чтобы они получали образование, знания, а уж потом они сами, каждый из них выберет то направление, которое ему ближе будет. Старший сын у меня там в мединституте у нас, в нашем учится черкесском, четвертый курс. На четвертом курсе обучается. Сейчас собирается вот волонтером поехать в военный госпиталь, в Ростов. Я был удивлен, он сам подошел, папа говорит, я хочу поехать, хочу помочь. Я говорю, пожалуйста, я только за. Поэтому вот так я не собираюсь именно вмешиваться в выбор профессии. У сотрудников МВД праздники нечасты. И даже свой профессиональный они отмечают в рабочей обстановке. Подразделение, которым руководит полковник Шеев, отвечает за охрану общественного порядка, патрульно-постовую службу, службу участковых уполномоченных, подразделение по делам несовершеннолетних. С его участием решаются вопросы подразделения административного законодательства, изоляторов, временного содержания и многие другие. Все эти направления, они сами по себе важны. Вот взять что-то на первое место поставить, что-то на последнее я бы не стал. Все направления, они очень серьезные. В то же время, если бы по принципу из двух зол выбирать, то биоестественным, конечно, приоритетом поставил бы работу участковых уполномоченных полиции, так как они непосредственно, ежедневно встречаются с гражданами, соприкасаются. И в первую очередь, когда у граждан возникает какая-то проблема, они в первую очередь обращаются к участковым уполномоченным. Поэтому их работа должна быть на высочайшем уровне. Молодежь в нашей системе, я хотел бы видеть высокообразованной, целеустремленной, чтобы они приходили и знали, зачем они сюда пришли, какие функции они будут выполнять. Потому что у нас сейчас, как вы знаете, ничего на месте не стоит, все двигается. Преступники придумывают различные схемы с использованием так называемых IT-преступлений. Это различные мошенничества, технологические устройства и так далее. различные. Поэтому, естественно, мы не должны опаздывать на оборот, на шаг вперед. Мы должны идти. А для этого что нам нужно? Нам нужны высокообразованные сотрудники, которые бы понимали, для чего они здесь находятся и чем они должны заниматься. Просто прийти, отстоять свое дежурство и уйти сейчас, в наше время, это крайне недопустимо. Сотрудник должен быть всегда в форме для того, чтобы выполнять свои поставленные, задачи перед ним поставлены на руководство. Если бы не пошел на службу в органы, стал бы врачом, говорит Анну Аршаев. Не важно, какой специализация, главное – помогать людям. Если каждый из нас, будь то врач, будь то сотрудник полиции, будет свою работу выполнять так, как нужно, наше общество очень оздоровится. В прямом и переносном смысле. Конечно, хотелось бы воспользоваться случаем поздравить всех сотрудников в органах внутренних дел с профессиональным праздником, пожелать им в первую очередь здоровья, удачи, успехов в труде, чтобы каждый из них, когда выходит из дома, точно так же приходил здоровым в свою семью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!